Всем привет! Выбор интересов при настройке таргетированной рекламы это очень важный момент, я думаю вы сами об этом знаете, потому что если вы не угадаете с интересами пользователей, то рискуете слить весь свой рекламный бюджет. Социальные сети определяют интересы по информации в профиле, по реакциям на определенные посты, а также по взаимодействию пользователя на определенных сайтах. Прежде чем выбрать интересы и запустить таргетированную рекламу, нужно провести, конечно же, работу и проанализировать свою аудиторию и ее интересы. В Facebook Ads гораздо больше интересов для настройки таргетинга, чем вы предполагаете. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня я покажу вам где их искать. Скрытые интересы это те интересы пользователей, которые у них есть, но они не отображаются при настройке рекламы в Facebook. Не отображаются они по разным причинам. От банального, что они не переведены на русский язык, до того, что они нарушают закон Facebook о рекламе, то есть, например, связаны с азартными играми. При этом, если интерес не переведен на русский язык, это не означает, что по нему нельзя настроить рекламу в России, Украине или Беларуси. Такой интерес существует, и по нему прекрасно можно настраивать рекламу в русскоговорящих странах. И сейчас я покажу вам, как же найти эти скрытые интересы. Скрытые интересы нужны для точечной настройки детального таргетинга, потому что, если вы будете настраивать на более широкую аудиторию Lookalike, то вам понадобится гораздо больше бюджет и, конечно же, гораздо больше времени для того, чтобы система обучилась. Детальный таргетинг позволит вам сузить аудиторию и показывать рекламу максимально персонализированно. При широком таргетинге система сама ищет и охватывает потенциально заинтересованных пользователей. Ну а при детальном точечном таргетинге вы сами выбираете, кому конкретно вы будете показывать свою рекламу. При настройке таргетингов по интересам мы, конечно же, можем для начала посмотреть то, что нам предлагает сам Facebook. Вот как мы видим, здесь в детальном таргетинге в интересах у нас есть целые пласты категории, где мы можем выбрать, что нам интересно. Допустим, вы продвигаете какой-то онлайн-сервис по онлайн-тренировкам, и логично, что нам нужно зайти в фитнес и здоровый образ жизни, чтобы выбрать нужный нам интерес, пересмотреть все, которые тут перечислены, и выбрать подходящий. Также есть еще возможность интуитивно по ключам найти то, что нас интересует. Например, меня интересует йога, и вот мы можем посмотреть также какие интересы нам тут предлагаются. Здесь куча вариантов различных вид йоги, и с правой стороны, конечно же, мы смотрим размер данной аудитории. Но все равно система показывает далеко не все варианты, на самом деле их куда больше их можно найти. Предположим, что вас интересуют люди, не которые просто интересуются фитнесом, здоровым образом жизни, а которые, например, любят какие-то фитнес игры. И такой интерес существует, его можно найти и задать, но Facebook нам его в предложенных не показывает. Это и называется скрытые интересы. Чтобы, собственно, найти скрытые интересы, нам нужно будет использовать Facebook для разработчиков. Переходим на Facebook developers, и теперь нам нужно будет для первого раза, если вы там не зарегистрированы, вам понадобится зарегистрироваться через email. Это очень легко и просто сделать, если зарегистрированы. Нажимайте на кнопочку войти. Входим. Так, вы просит у вас код или же пароль. Вы подтверждаете, что это вы. И после того, как нам откроются более дополнительные сейчас расширенные функции для разработчиков, нам нужно будет создать приложение. Заходите в мои приложения, у вас открывается такое поле, вы нажимаете создать приложение. Выбираете тип компания, нажимаете далее, в настройках указываете, что компания принадлежит именно вам и, конечно, еще задаете название этого приложения. Так, допустим. И создаете приложение. Вас попросит пароль. Можете сохранить. И вам открывается добавление продуктов в приложение. Далее наводите курсор на инструменты и из выпадающего списка выбираете Graph API Explorer. Открывается такое окно и справа в блоке вы выбираете нужное вам приложение, если у вас оно, например, не одно. И выбираете вот здесь в поле получить маркер. После этого нажимаете создать токен. Продолжить. И сверху, вот здесь в этом поле, у нас появляется токен, который нам необходимо скопировать. Далее вы переходите по ссылке, которую видите на экране. Я ее еще обязательно оставлю в описании под этим видео. И далее вместо your access token вы вставляете, собственно, ваш токен. И таким образом вы получите список интересов по теме Advertising. Вот здесь вы можете просмотреть их на самом деле здесь кучи-кучи и еще раз кучи. Можно заменить тематику на любую другую. Для этого вы просто вместо вот здесь вот Advertising вставляете любую другую тематику. То есть, например, фитнес или маркетинг. И вам уже выдается совершенно другой набор интересов. Таким способом можно найти интерес по любому заданному вами критерию и даже найти скрытый интерес, которого нет в стандартной настройке Facebook рекламы. Например, здесь видите, я нашла рекламу McDonald's. Для того, чтобы использовать этот интерес, нам достаточно скопировать его название. И после того, как мы его скопировали, достаточно перейти в наш рекламный кабинет и вставить его в строку поиска. И вот, пожалуйста, нам уже найден этот интерес. Благодаря этой опции вы сможете открыть для себя новые варианты таргетинга. Когда же стоит использовать такой детальный таргетинг со скрытыми интересами? Во-первых, конечно же, если у вас ограничен бюджет и вам необходимо получить максимум полезных действий от пользователей и от рекламы. Во втором случае, если вы хорошо знаете свой товар, продукт-услугу, которую рекламируете и хорошо, конечно же, знаете свою аудиторию и ее интересы. Ну и третий вариант, это когда у вас достаточно специфический продукт, который направлен на очень узкую аудиторию. Кроме того, если настроите рекламу по общедоступным интересам, вы, конечно же, будете конкурировать с огромным количеством рекламодателей. А вот рекламодателей в скрытых интересах гораздо-гораздо меньше. Дайте знать, если вам полезно было это видео, оставляйте свои вопросы, комментарии. Не забывайте, конечно же, подписываться на наш канал, вступать в нашу телеграм-группу и хороших вам продаж!